Лидеры прошлого знали, как указывать, лидеры настоящего знают, как спрашивать. Какой смысл задумываться о том, чтобы вести других людей, если ты не можешь себя поднять с кровати или сделать правильную вещь в правильное время? Энтузиазм, он заразный, и ты, естественно, хочешь следовать, идти по пятам человека, который полон энтузиазма. Извечный вопрос, что предрешено, что нам дано, где в этом наша свобода воли. Низшие уровни сознания, они влияют на все поражения, компании. Конечно, Господь находится в вашем сердце, Он вас направляет, но все равно у вас есть свобода выбора. Вы ответили настолько глубоко и полно на него, что я сам получил столько инсайтов, это очень хороший урок на смирение. Со смиренной точки зрения, все, что я сделал, это не моя сила, не моя власть, а это дано мне свыше. Итак, друзья, это для нас немножко новый сет. Мы делаем трансляцию через Zoom, подключив нашего дорогого гостя из Америки, но выводим вас привычным образом в Telegram. Я надеюсь, что вы видите и слышите нас, поэтому я техническую нашу команду попрошу подмигнуть мне в личный чат, что это происходит. И представлю нашего гостя. Бог ты мой, ему 72 года. Мне кажется, одно только это заслуживает аплодисментов, уважения. Но ладно, 72. Знаете, говорят, не важно, сколько ты проживешь, важно, как ты проживешь. И вот он провел жизнь настолько и продолжает проводить настолько достойную, что ныне он востребованный спикер не только у сотен и тысяч людей в Америке, в Европе, среди людей, которые, назовем их, духовные искатели, но также в крупных компаниях, типа Google, Volvo, Cisco и самые разные другие. При этом он очень творческая личность, он очень погруженная личность, мудрая личность. 50 лет, шутка ли, практикует медитацию, изучает Священное Писание и очень глубоко подходит к тому, что такое вот жизнь в целом. Поэтому мы его застали сейчас где-то в его постоянном передвижении по самым разным городам и весям этого земного шара. Поэтому так или иначе сейчас он в США. И я попросил сегодня своего доброго друга, подругу Ананду из Великобритании, чтобы она была переводчиком для Махатмы. И, в принципе, мы будем в привычном формате, наверное, такого интервью это вести, но... Let's try. So, Махатмы Prabhu, there was just a few words, but yourself, very honoured, very grateful to stay here with us. And usually, as the story goes, because it's a personal story, and we want to invite many persons on their own personal journey. It's really, yeah, it's essential to know you a little more, if you don't mind. Of course, many of your followers, well-wishers, they know your story from A to Z. But still, if it's kind of possible to make it within 5 or 10 minutes of your own spiritual transformation, how it somehow happened that up and until now, you lead such a wonderful spiritual journey where thousands of people inspired by each of your words. There should have been something that happened to you, personally, that set you on this journey and made you forget about so many things that America was known for at the time when Shilu Prabhada came. He's to the left of yours right now. So, yeah, please kindly share your story. Is Ananda going to translate that? Ananda is going to translate you, and I will, I guess, translate myself just to keep it. Oh, okay, okay. Я попросил его поделиться своей историей, потому что у нас личностный канал, и поскольку мы вдохновляем личностей, чтобы они также встали на путь духовного развития, осознанной жизни или укрепляемых веру, то было бы здорово также немножко узнать о нем лично до того, как мы пойдем в тематику веры. И, в частности, мы хотели сегодня аспект лидерства раскрыть. Yes, please. So, if you asked me this question 40 years ago, I would give you a different answer than I'm going to give you now. Если бы вы спросили мне, жал ли мне этот вопрос 40 лет назад, я бы вам ответил совершенно по-другому, чем я отвечу сейчас. Actually, I'll give you both answers. И вообще, я, наверное, отвечу вам, дам вам оба ответа. The answer 40 years ago, I would say I began my spiritual life 54 years ago. So, this is the answer I would give you if you asked me 54 years ago in this time, because I would have been practicing for four months. Вот примерно в это же время, 54 года назад, я начал практиковать духовную жизнь. Я вот с вами поделюсь ответом, который я бы дал в тот момент, когда я только начинал. And my story is similar to millions of people's stories who are looking for spiritual life. Моя история похожа на истории людей, которые начинали духовную жизнь, пробовали. When you're looking for spiritual life, one of the things you're looking to do is to make meaning out of life, to understand purpose, why you're here. Когда вы находитесь в поиске духовности, вы ищете смысл жизни. So, when I was a college student, this question was of foremost importance for me. Why am I here? And until I can understand or get the answer to that question, I'm not really inspired to do anything, to really pursue a life goal, until I know what life is for. И вот когда я учился в колледже, вот этот вопрос был для меня очень насущным. Зачем я здесь? Для чего я здесь нахожусь? И пока я не нашел ответ на этот вопрос, все остальное, оказалось, не имело смысла. Yeah, so I went to one of the best public university, well, it's considered the best public university in America. Some consider it the best public university in the world. And when I was going to school there, I thought, no professor in this school can answer this question. Why am I here? Я находился в одном из лучших, а некоторые считают его самым лучшим университетом в стране. И все равно я находился в состоянии поиска, зачем я здесь. У меня не было каких-то даже амбициозных целей в жизни в тот момент, потому что я думал, что зачем, какой смысл вообще к чему-то стремиться, если ты даже не знаешь, в чем смысл твоей жизни, зачем ты в жизни находишься. So I would say, from about the age of 19, my goal in life was to find out what my goal in life is, spiritually speaking. И я бы сказала, что примерно с возраста, где-то мне было 19 лет, наверное, я искала именно смысл жизни, зачем я здесь нахожусь. И очень интересная вещь случилась в тот момент. I intuitively understood there is an answer. I intuitively understood that happiness is not something you achieve by getting something, but it's inside. But I didn't know the answer, but I just knew there was an answer. And I had to find out what that answer is. So at that time of my life, I was very physically active. I didn't like to sit and read. I like to do things. So with sports and with music, just be out there doing things, but not sitting at home reading books. I didn't really read that much. И в тот период я вел очень активный образ жизни. Я занимался спортом, музыкой. И редко, когда случалось, что я просто вот сидел и читал книги. В основном я занимался активным, имел такой активный образ жизни. Что-то очень интересное произошло в один прекрасный день. And this is right at the point when my desire to know, to find truth, and my intuition that truth did exist, and it existed within me, was really strong. И вот эта интуиция, что правда, истинно, она где-то находится, где-то меня ждет, она привела меня в книжный магазин. Which is, I would say, it's kind of like walking to a ski shop, but you don't ski, or walking to a guitar store, but you don't play guitar. It's like, why am I in a bookstore? I don't even read. Но это схоже с тем, что если бы я никогда в жизни не катался на лыжах, и вдруг зашел в лыжный магазин, или там никогда в жизни не играл на гитаре, и зашел в магазин гитар. Вот такая же вот ситуация. Я захожу в книжный магазин, когда я вообще никогда не читал. So let's imagine this is a movie now. They're doing a biography of me. Представьте, что это сейчас фильм, и мы снимаем автобиографию мою. I'm in the bookstore, and I'm walking up and down the aisle. I'm walking up and down the aisles, looking, and asking myself, why are you here, and spooky music is playing, and there's all these books, and you see me walking. Я захожу в этот книжный магазин, и хожу, брожу по этим рядам книг, и смотрю, и такая музыка страшная играет. И вот представьте, камера наезжает, крупным планом берет эти книги, вот так вот проезжает, и я такой в полном недоумении, что я здесь делаю, как я здесь оказался, почему я здесь нахожусь. И вдруг я протягиваю руку и снимаю книгу с полки, вытаскиваю книгу из полки. And the title wasn't even in English, and it wasn't even in a language I understood. It was just these words, Bhagavad Gita. I had no idea what it is. I said, that's the book. And so I pulled the book out, and I looked at the title, and I said, that sounds like a really cool book. I think I should read this. And then there's this voice inside me said, definitely you should read this book. I knew this one is coming. И я про себя подумал, о, интересная книга. Наверное, выглядит интересно, наверное, я должен прочитать эту книгу. И вдруг у меня такой еще один голос внутри меня говорит мне, да, ты должен прочитать эту книгу. Ну, вот в фильме, наверное, это было бы как-то грандиозно так прозвучало бы, ты должен прочитать эту книгу. Но на самом деле это внутренний голос, он очень тихо прошептал, ты должен прочитать эту книгу. У меня не было в тот момент никаких денег, ну, какие-то у меня деньги были, но с собой ничего не было, поэтому я не мог ее купить. И вот я как-то шел по территории университета своего и увидел курс, на который можно было записаться студентом, и он крупными буквами говорил «Курс по Бхагавадгите». «Философия Бхагавадгиты» – это был курс по философии. Я тут же пошел и записался на этот курс. Это был последователь Харе Кришна, традиции, который договорился с профессором, и как бы для того, чтобы преподавать этот курс. — Вот такая вот история в декабре 1969 года. Если вот вы меня спросили бы, вот такая у меня была история. — И вот сейчас апрель 2024 года, и вот теперь какая у меня история сейчас. — И 54 года спустя история звучит так. Я на самом деле вел духовную жизнь в моем прошлом рождении, в моей предыдущей жизни, и сейчас я просто продолжаю в этой жизни. И все очень естественно складывается. — Я не могу спросить, просто перейдите прямо здесь. Я знаю, что в этот момент у каждого пробежал этот вопрос, какая предыдущая жизнь, знаете ли вы ней, как вы о ней узнали. Может быть, вы можете сказать немного больше. — Примерно еще 10-15 лет назад я бы вам рассказал первую историю, как она была. — И в тот момент я растумывал над тем, чтобы написать книгу, биографию духовного процесса. практика для всех тех, кто только начинает свой духовный путь, и они в самом начале пути еще не знают, каких ждут ошибки, сложности, трудности, а я уже все это прошел, и я хотел поделиться своим опытом. И вот как раз в тот период, в тот момент, когда я писал эту биографию, я понял, что есть какое-то внутреннее у меня чувство, что все осознание того, кем я был и что меня привело на этот духовный путь, все это откуда-то пришло у меня, как будто из прошлой жизни, оно у меня уже где-то было внутри. И когда я прочитал Бхагавадгиту, все для меня было очень знакомым, и такое было ощущение, что я уже знал это все, что я уже где-то это читал. СМЕХ Это один день after он, это было как, я не хочу мне это делать, это было все, что это было не было так, и я и started думать, да, это просто, это есться за контактность, и она, ну, я не могу Я бы, конечно, должен был рассказать вам всю историю целиком, там много моментов, но даже вот как просто все складывалось, что я оказался в книжном магазине, эта книга на меня посмотрела, и потом последователь движения Харе Кришна учил, преподавал этот курс по философии Бхагавадгиты в моем институте, все-все-все складывалось, таких моментов было много в моей жизни, что мне потом стало ясно, что действительно это откуда-то из прошлого. Can I step in with another one, but this would be like global and meticulous all at once? Sure. So then, just from what you narrated, it sounds like a lot has been given to you, or you will put I don't want to sound too esoteric, but as if, you know, a hand took you through different stages, and voila! Yeah, yeah. So then, this is my global and meticulous question all at once, where is that fine line between your free will, what is predestined, and karma? I understand it's another, it's like whole other universe behind it, but still it's essential to know within that what you just narrated. Yeah. Yeah. Because it's kind of like the destiny of a businessman who's intent on becoming a millionaire or billionaire now, that opportunities will come, but your free will is still there. You could say, no, I don't think so. Yeah. It's like a situation where if you are businessman, and you have a new company, Microsoft, and you want to invest in it, and you just want to invest in it. So God is in the heart, he knows what you want, and so he directs you, but you still have free will to make the choice. Конечно, Господь находится в вашем сердце, он вас направляет, но все равно у вас есть свобода выбора, какое направление выбрать. You know, I could have had all those opportunities and not taken advantage. There were 120 students that registered for that class. By the 10 weeks when the class was over, there were only three that stayed. Yeah. I could choose any other way in the moment, when I could have these opportunities, I could not take these opportunities. In the moment, when I was in the beginning of the course, there were 120 students that registered for that same course. But at the end of the course, the course was 10 weeks, but at the end of the course, there were only three of them. I was one of them. I was listening to a lecture by my spiritual master, Srila Prabhupada, this morning, and he said something very simple, but it just struck me. He said, we all have been given independence, minute, little bit of freedom. And when he said that, I thought my immediate reaction was, yeah, and we all misuse it more often than we properly use it, utilize it. And I thought it was, yeah. That's it. That's it. That's it. That's it. And so, so many of the good things in our life are because we properly utilize that independence, and so many of the bad things are because we misuse that independence. And so many of the bad things that happen in our lives are because we don't have to use this freedom, this independence. So, then coming back to you when you were in 2024 and it's April, and you can look back to those 50 something years behind. And yeah, especially since you've gone through so many of those generations, like hippie generations, and then so many crushes and so many things, even within the movement, so many things could have questioned your faith to the core. So, and that's coming to the also subjects of what Artha Club asked us to speak about today about the leadership. So, how did you manage to preserve this leadership skill, first of all, for yourself, when you've become a leader for your own self to lead yourself in a proper direction, and then you also managed to become a leader for many more others. So, I'll just quickly translate. Сейчас снова возвращаясь вот к этому Махатми Прабу, который сейчас в 2024 году, и он очевидно видел всё, и хипер-революцию, и самые разные кризисы, и волнение, и чего только не происходило за это время. И поскольку тема, и организована эта встреча клубом Арха, клубом духовных предпринимателей, они попросили говорить о лидерстве, то, в первую очередь, как он стал лидером для себя самого, чтобы направить себя по восходящему пути, и в итоге стал также лидером для многих других. Я думаю, что было примерно три вещи, которые взаимосвязаны между собой. Вне зависимости от того, что происходит в моей жизни или в моей организации. Что бы ни происходило в моей жизни, я всегда говорил себе, что у меня нет другой альтернативы. Единственная альтернатива, которая у меня есть, это вернуться к той жизни, которую я вёл до того, как я получил это знание. То есть, другими словами, если я не вкладываю свою веру, не верю в то, что я практикую сейчас, то я должен в любом случае верить во что-то, поэтому я должен вложить свою веру во что-то другое. И что это будет? Number two. I felt, or I understood and felt, what I've been given is so valuable, I would be the most foolish person in the universe to give it up, to just let go of that. It would be the biggest mistake I could ever make in my life. И второй пункт, это то, что я понимаю, что мне было дано что-то настолько ценное, что если я бы отказался, отвернулся от этого, то я был бы самым большим дураком. has to win 1. So of those of those 120 students that came to that course, I was one of the 3 that accepted it. And so that's — that most people don't understand the value of it, I understood the value of it. And I thought, well, that's one of the greatest accomplishments of my life. I could understand the value of something and accept it and practice it. Из тех 120 студентов, которые записались на курс, я был одним из трёх, которые прошли курс до конца, и я действительно понял ценность и важность этого курса, и что мне было дано, поэтому я был бы полным идиотом, если бы я просто отказался, отвернулся от этого. И третий момент, это то, что я, как и многие другие, как и все, кто практикуют этот путь духовный, я был натренирован распознавать, как действует духовная энергия и как действует материальная. Я могу защищать, потому что я знаю в предыдущем, что вы будете делать. Таким образом, я понял, как иллюзии этого мира работают. Таким образом, как бы я был виноват, когда я понял, как они работают на меня. Я приведу пример, как бы, если бы мы с тобой сражались, боролись, и я изучил все твои движения, все твои удары, я просмотрел все твои видео на Ютьюбе, и я знаю точно, как ты работаешь, как ты дерешься, как ты ударяешь, с какой стороны, с какой силой, как ты вообще. И тут я бы был абсолютным дураком, если бы я не слушала это знание, которое я получила тебе, и просто бы дрался обыкак, и как бы не следовал этому, тому, что я изучила тебе. То есть это было бы полной глупостью. It's kind of like what we always say, I know this is bad for me, but I'm going to do it anyway. That's just, I just said, I can't live my life like that. That's not good. И я знаю, что это плохо для меня, и все равно продолжаю делать. Но это глупо. То есть я знаю, как действует материальная энергия, как иллюзия действует, и все равно продолжаю действовать таким образом, и не слушаю то знание, которое я получил. Это было бы глупо. Да. So then, this internal leader. Yes, yes, yes. What is it like? What are those qualities that a true leader within you, like when you were that teenager or that, I can't calculate exactly what, you were like 20 or? 19. 19. So, what were those qualities that you were gradually obtaining to become a leader in your own life? Because what's the point to talk about leadership for anyone if you can't bring yourself up from the bad or, you know, do the right thing at the right time? So, what is that leader that each one should be? Of course, at that point, I didn't think of myself as a leader or think of in terms of personal leadership. But I was doing it. I just didn't put it in that context. Вы хотите перевести вопрос свой? Да, и что это за качество, и кто такой лидер, который в первую очередь становится лидером для себя самого, потому что какой смысл задумываться о том, чтобы вести других людей, если ты не можешь себя там поднять с кровати или сделать правильную вещь в правильное время? И ответ такой был, что я, конечно, в том возрасте, в 19 лет, я не понимал, что я там веду себя куда-то, я там свой лидер, внутреннего какого-то лидерства. У меня прям не было понимания этого. Но даже до того, как я встретился с этим путем бхакти, я понимал, что хорошо, что плохо, что для меня благоприятно, а что нет. И в тот момент я, может быть, не всегда, я хоть и понимал, но не всегда мог контролировать, но после того, как я встретился с этим путем бхакти и научился контролировать, это был как бы прорыв для меня, что я мог контролировать себя и делать то, что для меня действительно хорошо и полезно. И на самом деле это более часто, чаще мы чувствуем чувствуем себя сильными, чувствуем какую-то власть, когда мы можем контролировать других. Но на самом деле самая большая сила приходит, когда мы можем контролировать себя самих. Это на самом деле самая мощная вещь. Да, это просто означает, что мы должны найти новое значение внутренней силы. Когда мы занимаемся вот этим лидерством себя, когда мы ведем себя, с этой внутренней силой, в правильном направлении, мы можем вдохновлять других просто своим личным примером. И это самое мощное лидерство, когда мы вдохновляем собственным примером. И еще один момент, который произошел со мной, это у меня был очень большой энтузиазм в связи с этим процессом бхакти. И я никогда не хотел быть лидером, как бы не стремился быть лидером сам, но в очень короткое время меня попросили стать лидером, потому что у меня было очень много энтузиазма. Потому что энтузиазм, он заразный, и ты, естественно, хочешь следовать по пятам человека, который полон энтузиазма. И еще одно качество у меня было, что я был настолько сильно убежден в правоте этого пути, что это тоже было заразно. Если мы видим кого-то, кто убежден в том, что они делают, это очень привлекает, мы хотим за ними следовать. Поэтому у меня был этот энтузиазм заразный и убеждение. И в нашей организации очень важно иметь быть вот этим примером, личным примером, показывать высокий стандарт того, чего мы все хотим следовать в этом обществе. Поэтому, естественно, когда ты проявляешь этот высокий пример, то, естественно, тебе предлагаются какие-то лидерские позиции, потому что ты вдохновляешь. И если вы изменяете, если вы становитесь , если бы я филоз, of yourself for the benefit of the organization, for the benefit of others. That's such an important quality of a leader and if you're willing to do difficult things that maybe no one else wants to do, that's another quality of a leader. So naturally, if you have those qualities, they just push you up and say, okay, take over because if you don't have those qualities, you won't succeed as a leader. And еще пара таких качеств важных для лидера, которые естественным образом делают себя лидером, это когда ты готов пожертвовать собой ради других и когда ты готов делать что-то сложное, что, может быть, другие не хотят делать. Это естественно делает тебя, ставит тебя в позицию естественного лидера. Друзья, что у вас также есть возможность задать какой-то вопрос, уточнение, может быть, какая-то рефлексия есть на то, что вы услышали. Это можно сделать в крайнем сообщении в канале Вдохни и Жизнь по-новому. Я, может быть, какие-то из вопросов или так, что вам откликнулось, стало интересным, озвучу прямо в прямом эфире. Mahatma Prabhu. So, going to that leader, it sounded more that you were describing spiritual leadership. would you say that day-to-day leadership in the material life is somewhat different to what one should be as a spiritual leader? And also, if it's not a secret, what were you teaching to, you know, somehow, when someone says, oh, Google or Volvo, and we become like, oh, probably his supernaturary. So, what you were teaching there, what kind of themes are raised in these kind of companies? So, I'll just quickly translate. То, что вы сейчас рассказывали, звучало, как то, что фокус больше был дан духовным лидерством. Можно ли сказать, что духовное лидерство отличается от, ну, как бы, лидерство в материальной жизни? И мы упоминали в анонсе, что были, я так понимаю, выступления в Google, в Volvo, в каких-то других компаниях. То есть, какого рода темы интересны вот в таких местах? Ответ на ваш вопрос состоит в том, что на самом деле нет никакой разницы между духовным и обыденным лидерством? В Google меня попросили говорить о прощении, потому что прощение, на самом деле, связано с лидерством. И, you know, most companies or many successful companies focus very much on creating good relationships amongst employees. и многие компании, крупные компании, как Google, они уделяют большое внимание отношениям с лидерами, с работниками, сотрудниками. и And resentment is not something that just happens when there's a bad interaction. It's something that happened years before that bad interaction that's getting triggered. And so I wanted to present that to people, that your conflicts happened years ago before the actual conflict you're having right now. And that's something that you need to look at and heal. Can I just come back while you translate? Can I come back in less than one minute? So resentment – это ненависть, какое-то вот такое отталкивающее чувство, обида, ненависть. Они происходят на самом деле намного раньше, чем возникает сам конфликт. То есть они начинают уже зарождаться и там внутри кипят. И когда конфликт происходит внешний, это уже просто результат того, что наболело за многие годы. Слушайте, Анна, у меня есть минутка, это дружеская обратная связь. Я, конечно, подумал, когда вы сколько там, уже лет 15, наверное, в Англии живете, вы же, наверное, даже думаете по-английски. То есть вы с английского переводите на английский, а потом переводите на русский. Есть такое дело. И вот этот момент был отличный, где вы фехтовались с видимым, с невидимым. Да. Resentment. Что такое resentment? Да, ну это вот ненависть или либо обида. Негодование. Негодование, да. Я, конечно, знаю. Я был лицом кu4ген, которая льна, кухонка, кухонка. Я говорил, мы взяли об этом, чтобы он угрожал, кухонка, кухонка, кухонка. Кухонка, 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 кухонка. Кухонка, 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 кухонка ло Esta лопалась с которым... если они позволяют рецентрировать культуре в этой организации. Я даже не понимал это, когда я говорил с ним, это замечательный вид. И это хитрый кост. Франклин, Ковин, может быть, просто культурно или географически. Стивен Ковин, да. Стивен Ковин. Стивен Ковин. Стивен Ковин. Стивен Ковин. Сейчас он вопрос и кто учитель attacks. Лучшие mãe и кто научил 함у это. Он говоритね, muchos вкусов. Что я salutался здесь, кто учительников. Стивен Ковин. Стивен Ковин. Вот он говорился с celebrated людьми. И этим работаем всемailleurs. за время, и он, как тренер, он просто спросил меня, «Какие стоят, если они позволяют резонансироваться в компании?» И мы сделали весь список целей, энергии, денег, время wasted, employee dissatisfaction, это было невероятно. Так, немножко назад отойду. К началу истории, то есть Махатман Прабу летел в самолете рядом со Стивеном Кови, насколько я поняла, и разговор завязался именно о стоимости вот этого негодования или этой обиды, когда вы носите что-то в душе, и сколько это может стоить компании. Бизнесу. И они вот прямо вместе обсуждали это и подсчитывали, сколько это может стоить в деньгах, в энергии, в работниках, в отношениях и так далее, в клиентах. Эта стоимость была бы, откликалась бы везде. И еще раз на карте. И еще раз на карте. Это была такая рука, которая и свела вас там в аэропорту, и 40 лет назад подвела на курс по гавангиде, это была разная рука проведения. Да, ну это была, наверное, та же рука, ответ был. И это был не сам Стивен Кови, а один из преподавателей, который с ним работает, который тренирует людей по его системе. Но Volvo было более интересным в специальном способе, потому что мы пытались участвовать для тренировки в компании, и поэтому мы смогли встретиться в Мексико-сити, в городе директора Volvo, чтобы продавать их на тренировке. Разговор с компанией Volvo был даже еще более интересный, интригующий. Мы общались по поводу продажи компаний или что-то такое. Они прилагали курс, и они общались с советом директоров Volvo в Мексико о том, чтобы... И я как бы как учитель духовного знания, мне нет смысла читать лекции по каким-то темам, которые любой другой может прочитать, то есть зачем меня приглашать. Мне интересно читать лекции на духовные темы, в которых я хорошо разбираюсь. И тема была такая, что уровень развития духовного знания, развития ваших работников, сотрудников компании будут на самом деле отражаться на успехе или на поражении в бизнесе. Мы также видели эти тренировки, которые в Мексико-сити, óчем, любовь, любовь, гармоничные темы, чувственные темы, эваку. И мы обсуждали вот такую таблицу разных уровней сознания, разных состояний сознания. Сознание любви, божественное сознание, сознание прощения, или, наоборот, негативные уровни сознания, ненависть, зло, злоба и так далее. Это разные состояния сознания. И мы повесили эту таблицу на этом курсе, и показывали, как бы эта таблица, она ясно показывает уровни сознания от высших до низших. И так, и я думаю, это объясняет, что если вы или ваша работа на это логорку, то это где все остальное, и наоборот, и наоборот, и наоборот, и наоборот. И мы просто показывали это, и они смотрели на это, и они смотрели на это минуту, и они были обмануты. И было как бы такое научное исследование в связи с этой таблицей. И мы его обсуждали как раз в этой лекции, что низшие уровни сознания, они влияют на все поражения в компании. Все, что плохо идет, оно было связано с низшими уровнями сознания. Когда ваши работники, сотрудники в компании, их уровень сознания повышается, то и успех в компании повышается. Представьте себе лидера, который эмпатичный, очень сострадательный. Дружелюбный, прощает, не обижает, очень целостный такой человек, сострадательный. Вы будете любить этого лидера. И, you know, I travel a lot, so I visit many temples. And one of the first and most common indicators of good leadership is that everybody is happy and everyone is inspired. And vice versa, indication, bad leadership is that everybody is complaining and not very inspired. И я много путешествую и вижу в разных организациях, в разных общинах, что если лидер обладает такими качествами, это хороший лидер, тут же вся община вдохновлена очень энтузиастично и счастлива и довольна. И наоборот, если у лидера нет этих качеств, плохой лидер, он не вдохновляет, и люди, соответственно, чувствуют себя несчастными в общине. Мухадан, когда я called for whatever reflections or some questions, quite a few immediately came up. И я find some of them very logically taking us to the next stage. I'm just a little bit conscious of time, and maybe I suggest making it more, Ananda, how do you call it? Blitz? What's the English word for that? Blitz, I think it's like that. It's just a blitz question, very quick. Okay, quick answers. Yes, quick answers. So, Marina is asking, what's the criteria for differentiating material energy or illusory energy from spiritual? How not to get confused by those two and to get misled from the true path? If it uplifts you, it's spiritual. If it degrades you, it's material. If it satisfies you, inspires you, generally it's going to be spiritual. If it doesn't, if it confuses you, makes you feel bad about yourself. That's how you know. It's not, it's not helping you spiritually. That's the blitz answer. Blitz ответ будет такой, если эта энергия поднимает вас, помогает вам воспрять духом, чувствовать себя удовлетворенным, вдохновленным, дает вам радость, то это духовная энергия. Если она унижает вас, если она вас как-то смущает, там, будет сбивать пути, не вдохновляет, то это материальная энергия низших уровней. Okay, so here's another one. Михаил, who is one of the core leaders of this Art Hub Club, who facilitated the meeting today. He is asking, obviously, from the business side, could a business be spiritual and how a leader can affect taking it into this direction? And I presume the question is not about, you know, just kind of a regular business, so-called regular secular business. Михаил спрашивает, один из лидеров Art Hub Club, который пригласил сегодня Mahatma Prabhu к этому диалогу, может ли бизнес быть духовным, и как лидер может на это повлиять? There's a Christian business franchise in America. Maybe it's in Russia also. And they close on Sunday, and they're in all the malls, which in Sunday is one of the biggest days. This is a restaurant, it's one of the biggest days for eating, and they close on Sunday. And they're successful. That's their principle. Есть такая компания, это сеть ресторанов, они во всех торговых центрах в Америке, может быть, в России они тоже есть, но они… Там важный момент для христианских ресторанов. Они христианские, они управляются христианами, и у них всегда по воскресеньям выходной, несмотря на то, что в торговых центрах воскресенье это самый торговый день. Соответственно, это у них такой принцип духовный, и воскресенье – нерабочий день, поэтому они до сих пор все равно очень успешно продолжают свою деятельность. Есть еще израильская компания, они по пятницам закрываются рано, короткий рабочий день по пятницам для шаббата. Поэтому, да, действительно, это такое возможно, чтобы бизнес следовал духовным принципам. You know what the business people in America say? They say, well, spirituality gives purpose. And so if employees are inspired because they are purposed, then they're happy, they're energetic, and naturally the company will succeed. So many people feel it creates a really good environment within the company. Spirituality gives purpose. В американских некоторых корпорациях даже есть такое понятие, что духовность придает цель жизни, придает как бы смысл жизни. И когда у нас есть смысл жизни, когда мы чувствуем цель, мы более удовлетворены, более счастливы, более довольны в жизни и так далее. Поэтому большие корпорации это понимают. И есть такое понимание, понятие сатвические принципы, это принципы чистоты, не только внешние, но и внутренние. И эти принципы, они очень близко связаны с духовностью. Может быть, это не полная духовность, но они связаны с духовностью. И компании в Америке даже это понимают и используют это. Может быть, 50 лет назад они бы так не думали, но в настоящее время лидеры понимают, что такие качества, как слушание и смирение, они на самом деле очень важные качества для лидера. Если у вас есть смирение, то вы сможете считаться с точкой зрения других людей, с их мнением. Лидеры прошлого знали, как указывать. Лидеры настоящего знают, как спросить, спрашивать. И в современном бизнесе также есть такое понятие, как важность эмпатии. Может быть, раньше считалось такой слабой стороной бизнеса, если ты чувствуешь, пытаешься понять, как другие люди чувствуют себя. Но сейчас это важное качество для лидера. И я однажды читал такое научное исследование, в котором было написано, что лучшие команды – это те, в которых люди заботятся о том, как другие себя чувствуют, другие члены команды себя чувствуют. Это означает, что вы слышите то, что не сказано, что не было выражено словами. Это то, что люди чувствуют. Вы это слышите, понимаете, на это настраиваетесь. Это очень важное качество сейчас, которое еще 50 лет назад вообще никто о нем не говорил, никто так не считал. Я всегда говорю, ведите, будьте лидерами без эго. Это на самом деле намного более мощный способ вести людей, направлять людей в смирении, чем быть автократным таким лидером и очень гордым собой. Вы даете хвалу другим, не ищете хвалы себе. Это все качества духовно эволюционирующих людей, они присутствуют в хороших лидерах, которые духовно развиваются. You know, inclusiveness in the workplace, discrimination and so forth. Well, spiritual knowledge is based on equality of all living beings. И, например, еще такое качество, как включение, не знаю, по-русски, если честно, такое слово, inclusiveness. Когда мы… Способность включать или принимать каждого. Да, исключить принимать каждого. Это такое качество, которое, опять же, очень духовное само по себе. И сейчас оно очень важно в лидерстве. In the most successful companies, people say, well, it feels like a family. We feel like, you know, so family means everyone feels appreciated, taken care of, loved and so forth. Во многих успешных компаниях сотрудники чувствуют себя, как бы, частью семьи в этой компании. Это очень важно для успеха компании. Thank you. I want to share a realization, because I think it's important. A lot of people have told me that they don't feel that they can manifest spiritual qualities in the company they work for. And it may be true, because the company is so materialistic, so rajasic, that they don't appreciate these sattvic qualities. But if the company becomes elevated, or you're starting your own company, you will see the sattvic qualities are going to produce sustained success, where the rajasic qualities will produce success for a while, but not temporarily, not in the long run. Да, я, 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 иногда мне, иногда мне говорят, что они, люди жалуются, что не могут проявлять духовные качества, сатвические вот эти качества, чистоты в своей, в своей работе, в своем офисе, потому что компания, у компании такие ценности более низкие, и эти принципы чистоты не применяются в этой компании, она более, более такая страстная компания. И я всегда говорю, что, но если вы, если вы начнете свой бизнес, например, или поменяете компанию, или увидите, что эта компания начинает продвигаться, вы увидите, что вот эти принципы чистоты начнут проявляться. Я думаю, что это еще одна, я думаю, последний раз, considering how precious your time is. So, Анна is asking, same Blitz format, although it's important that we laid out so many spiritual qualities, I feel now we have a little, what do you call it, like treasure chest of various things that we can meditate on. So, Анна is asking, what is considered to be primary, subtle level or matter? Thank you. Вопрос от Анны, что считается первично, тонкий план или материя? До этого я сказал, что столько разных качеств было сейчас разобнуто, представлено, что по итогам этого эфира получается такой небольшой мешочек драгоценностей, на котором можно медитировать. Who we are inside and what we think of manifests outside. So, it can't manifest the other, it doesn't manifest the other way around. Кем мы являемся внутри, то и проявляется снаружи. Да. It's like, you know, there was the founder of Visa, MasterCard, he said you should work on yourself. 40% of your day should be working on yourself, for 40% of your time you should work on yourself, because anything you want to manifest outside, you have to grow inside to grow something outside. You can't do it otherwise. How many percent, sorry? 40% of your time, if you spend, I'm working on 4-0, working on yourself. Yeah, so основатель MasterCard говорил, что 40% вашего времени должно уходить на работу внутреннюю, на работу над собой. Was it MasterCard or Visa? Visa, I think. I can tell you, I have it written down. Hold on, hold on a second. I'll find it. Ди Хак, founder of Visa. Visa, основатель Visa. Работа над собой важна не просто как бы как сама по себе работа над собой, но еще и для того, чтобы заботиться о ком-то другом, мы должны... И в первую очередь позаботиться о себе. Иначе как мы можем давать другим что-то, чего мы с нами? И ваша задача как лидера, это заботиться о других людях. И забота о себе не означает, что вы эксплуатируете других для того, чтобы позаботиться о себе. Это означает, что вы заботитесь о себе для того, чтобы лучше заботиться о других. Продолжение следует... Продолжение следует... Я говорю, что в мире сейчас будет вопрос о гордыне, и я получил очень ценный урок на смирение, потому что задавая вопрос от Анны, я думал, ну, вроде как такой простенький вопрос. Я говорю, ну, вы ответили настолько глубоко и полно на него, что я сам получил столько инсайтов, это очень хороший для меня урок на смирение, как видеть вопрос в полном объеме. Я хотел сказать что-то очень важное на тему гордыни. Это самая большая, это потенциальная ловушка для лидера. Потому что... ...производство, мощность, контроль, это наша кондиционная природа, мы гравитимы на эти вещи. Наша материальная природа, она тянет нас к этим качествам гордыни, контроля. И это как раз то, что вы получаете, когда вы становитесь лидером. И вы должны использовать это для служения, потому что иначе это вас разрушит самого. Так часто случается, что самый хороший человек, замечательный, и вы даете ему власть, и она совершенно его разрушает. И да, совершенно разрушает достаточно хорошего человека. Тогда there is actually a question about Pride also. So just to maybe deepen it a little more. Ali is asking, have you ever... Yeah, I think she's asking you personally. Have you ever got a sense of Pride being in a position of a leader? Не возникало ли чувство гордыни у вас в позиции лидера? Если да, как вы с этим боролись или в какое чувство вы трансформировали гордыню? Благодарю за ценное откровение. Аминь. Аминь. Чтобы понять, что любая способность или мощность я имею, это подарок мне, благодаря Богу, тогда я могу делать все, и я буду хмбл. Когда я забыл, то пройдет. Когда я осознаю, что любой талант, любая сила, власть, которая у меня есть, она дается мне свыше, то все хорошо идет. Если я забываю об этом, то тут же начинаются проблемы. Понимаете, эго хочет все себе присвоить, да, хочет присвоить все положительные вещи себе. Я сделал это. Я сделал это. Аминь. Аминь. Со смиренной точки зрения, все, что я сделал, это давно, это не моя сила, не моя власть, это дано мне свыше источником. Окей, я сделал это, но я сделал это с его помощью. И гордыня означает это все я. Я сделал это сам. И пока вы осознаете, откуда ваша сила, какой источник вашей силы, вы будете в порядке. И пока вы используете ресурсы, которые вам даны для того, чтобы служить другим, вы будете защищены. Аминь. 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 Анастасия спрашивает. Спасибо большое за подробное объяснение этих важных качеств. Почему лидерами часто становятся люди без таких качеств? Возможно, они не держатся долго на этом месте, но почему они как-то попадают на него? Это герой. Я думаю, это герой. Это герой. Герой. Возможно, это герой. Ответ, конечно, будет разный в зависимости от ситуации конкретной, от места, но я бы сказала, что в общем и целом это дефект, проблема самой организации. Может быть, не было достойных других лидеров, кандидатов, может быть, не было никого лучше. В общем, да, часто бывает, но это в основном организация, зависит от организации. Очень часто бывает, что люди получают более высокую позицию в организации, не имея квалификации, не получая тренировки какой-то. И часто также бывает, что лидеры имеют такой, как бы сказать, старомодный стиль лидерства. И он не резонирует с современным поколением. Могут быть разные причины, еще другие. Да, по каждому из этих вопросов я мог бы дать семинар. В конце концов, я бы сказал, что еще три больше, не вопросов, но вопросов, но вопросов, что вы делаете сегодня. И я думаю, что я буду дать вам минуту, что вы делаете сегодня, что вы делаете сегодня. Эльвира, she's thanking you for the session, for the talk. She was re-encouraged that only by example one could lead and should lead, that this is the key. And of course, the God's hand was felt within what you were sharing. Эльвира говорит, что благодарю за эфир, только примером можно вдохновлять, это ключевое. И, конечно, Божий промысел чувствуется. Владимир говорит, что он resonated with the point, that leader is the one who is ready to take responsibility, that no one else is up for. Владимир откликнул, что лидер – это тот, кто готов взять на себя ту ответственность, на которую никто другой не решается, или никто больше не хочет. Ирина made the point that it's very precious that it's not so easy to get a chance, but you should also sort of walk it or take this opportunity. Очень ценно не просто получить шанс, но и воспользоваться им. And, yeah, a few more people just expressing in various ways their thanks and gratitude for time given. Thank you so much, Mahatma Prabhu. Thank you so much, Artha Club, for inviting. Thank you so much, Darya and Ananda, for facilitating, organizing, all the technical team, for bringing this. It's the first time, Mahatma Prabhu, that we were doing this through Zoom, just because Darya asked, oh, he probably doesn't use Telegram, can we do it on Zoom? So, we reinvented this whole site. Yeah, okay, that's good. It works. Yes. Okay, happy to be here. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. See you in a day or two. Bye-bye. 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 Bye-bye.